Вот таким был сегодняшний день. Сейчас обещанное выступление президента Украины на Софийской площади. Я с вами не прощаюсь. Увидимся через несколько минут в ток-шоу «Черное зеркало». Не переключайтесь, будет интересно и горячо. Впрочем, как всегда. Дорогие святые святые, два года назад я принял решение отменить от хибной традиции и отзначать главный воинский святой нашей независимой страны за календарем Краины-агрессора. И новая дата пришлася на прочуть швидко. Почему? Потому что корень ее в давнем святе покрови, которое особенно глубоко шаннувалося нашими пращурами-козаками. Корень ее в корнях Запорожской Сичи и в боевках Украинской Повстанской Армии. 14-е желтый символизует нерозрывный связок всех поколений защитников Украины. День защитников Украины освятился кровью наших воинов и слезами матерей. Мы, украинцы, не дали загарбненским планам Краины-агрессора реализоваться. И не вели, и не ведемо загарбненских войн. Споконвіку мы не выступали никогда в роли агрессора и никогда не зарилися на чужое. Но и своего не дали, и нам, слава Богу, есть уже чем встретить непроханных гостей. Кто к нам с мечем прийдет, тот от меча и погибнет. И от меча, которым стали для нас наши Збройные Сили. Вражающие изменения в их силе и качестве, появились возможными благодаря сильной солидарности украинцев. Благодаря мощности и героизму украинских солдат, офицеров, генералов, добровольцев, волонтеров. Благодаря силе, воле и духу, патріотизму украинских матерев. Благодаря трудовому подвигу конструкторов, инженеров, работников наших оборонных предприятий. И когда смотрю в речи нашим воинам, чую их уверенными голосами, вижу, как правильно они работают с оружием и боевой техникой. Я уверен, что Украина обязательно победит. Я приветствую всех защитников Украины, которые в тот или иной способе на передовой, или своей постоянной работе, обеспечивают мир и спокойствие нашей украинской государства. Приветствую Украину Украины, Национальную гвардию, Службу безопасности Украины, Державную прикордонную службу, Службу внешней развития, правоохранителей, и другие силовые структури. Особенно хотел бы вклониться нашим женщинам, женщинам, которые служат в этих структурах. Только в військовых частях боевого склада службы проходят близко 10 тысяч женщин. Слова глубоко и пошани я висловлю представникам волонтерского руху и вооруженным капеланам. Я благодарю всем, кто самовыданную ратную работу способствует увеличению защищенности нашей страны. Правильными защитниками Украины есть и высокомобильные дипломатичные войска, которые на международных переговорах всех уровней створяют приятливые условия для политико-дипломатичного регулирования на Донбассе. И самый свежий пример «Злагоджена работа украинской дипломатии та украинской делегации народных депутатов парламентской асамблеи Ради Европы, яка добилася чіткого визнання Росії країною-агресором та включення до резолюції пункту про необходимость продолжения санкций проти Російської Федерації. Это наш спильный успех проукраинской международной коалиции и народных депутатов Украины и наших дипломатов. В нормандском формате и в рамках Минского процесса наши дипломаты держат переговорную позицию, согласно с которыми с политическим регулированием должны передать абсолютно необходимый, очевидный и беззаперечный процесс в безопасных вопросах.